С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем выкладывать видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня мы начинаем тему полнолунии в новом 2022 году в волчьей полной луной, по-английски Wolf Moon. Официально в январе 2022 года луна станет полной 17 числа в 23 часа и 48 минут по Гринвичу, что соответствует 2 часам и 48 минутам по времени московскому, ну уже 18 января. Поэтому вечер этих двух и окрестных с ними суток станет самым благоприятным для наблюдения полнолуния. Название Wolf Moon, то есть волчья луна или же луна-волка, сейчас является официальным названием январского полнолуния в Европе и Северной Америке. Его происхождение уходит своими корнями в глубокое прошлое, когда еще до колонизации нового света индийские племена, населявшие территорию современной Канады и США, слышали в холодные ночи вой волков, кои и те времена водили в всех местах в изобилии. В то же время январское полнолуние называли волчьим в Киевской Руси, Украине, Польше и на территории Прибалтики. И, видимо, по той же самой причине. В постсредневековой Западной Европе январское полнолуние называли новогодним, поскольку это была первая полная луна, наступившая после Нового года. Кельты же называли почему-то январское полнолуние тихим, а друиды – мокрым. Кроме этого, индийцы Кри называли январскую полную луну луной взрывающегося мороза, поскольку в это время года можно услышать треск деревьев на морозе, когда лед на них накапливается, а потом отваливается. У индийцев Чироки это была холодная луна, а у ирокезов старая. В Китае в традиционном лунном календаре это полнолуние называется 12-й луной Ла Юэ, поскольку китайский лунный Новый год приходится на февраль, а значит январь знаменует конец года, а не его начало. Второе китайское название – это луна консервации, из-за практически консервирования мяса в зимний период. В южном полушарии волщая луна была в прошлые времена у индейцев в Южной Америке сенной луной, грозовой луной и луной лам, а в Южной Африке – медовой луной. У Маори в Новой Зеландии это полнолуние называлось Хуэйтангуру в честь местного божества Рухуа, которое отождествляли с одной из звезд созвездий Скорпиона, расположенной недалеко от Антареса. Наблюдать практически полную луну на небосводе северного полушария можно будет даже уже чуть более чем за 20 минут до захода Солнца в созвездии Девы. Лунный диск будет иметь несколько бледный цвет средних размеров, поскольку в этот период луна все еще далека от Перигея. Кроме полной луны на небосводе, Юпитер будет самой яркой планетой после захода Солнца, располагаясь примерно на высоте около 24 градусов над горизонтом. Сатурн и Меркурий будут доступны для наблюдения только лишь при экваториальных широтах северного полушария, пребывая над горизонтом соответственно в 7 и 5 градусах. Если погода будет более или менее ясной, то полная волчья луна вместе с яркими созвездиями и планетами станет отличным объектом для наблюдений и фотографий, а поэтому спешим наблюдать. С наилучшими пожеланиями канал Видеоньюз надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok